На телеканале «Север» итоговый выпуск новостей о главных событиях Ненецкого округа расскажут наши корреспонденты. Вторая половина паводка, ставшая неожиданностью для жителей населенных пунктов округа, принесла немалый вред. От наводнения пострадали 315 хозяйств. Пока специалисты подсчитывают ущерб, людей ждет серьезная работа по восстановлению своих дворов. О последствиях большой воды говорили на еженедельном оперативном совещании при губернаторе, а эта тема стала, пожалуй, главной. Ирина Цепетова с подробностями. Большая вода добралась до пяти населенных пунктов – Лабожского, Торшвиз, Кищелина и Оксина. Больше всех не повезло Великовисочному. Три четверти придворовых территорий попали в зону подтопления, в том числе 60 домов. В пик паводка уровень воды достигал 862 сантиметров при критической отметке 859. В муниципальном образовании был введен режим ЧС. Сейчас ситуация стабилизируется, вода медленно убывает по всей территории региона, говорит начальник главного управления МЧС Панао Вадим Мазур. Также главный спасатель региона сообщил, что окружные спасатели снова вылетели в Каратайку, чтобы обследовать брошенную баржу с топливом. Напомню, ранее сообщалось, что утечки топлива, затонувшей нефтеналивной баржи в Каратайке, нет. Однако спустя время такая угроза появилась. Вода упала, и на поверхности вновь появились масляные пятна. В Каратайку направлено шесть спасателей, они обследуют судно и проведут паниторинг окружающей среды. Подъемом баржи и откачкой топлива займется его собственник, компания «Север Геофизика». Глава региона Игорь Кошин, в свою очередь, поручил профильному ведомству усилить надзор за компаниями, которые ведут на территорию округа деятельность, связанную с экологическими рисками. Во-первых, это не первая подобная ситуация. Во-вторых, порой у нас есть вопросы, как подрядчики работают в тундре, что там они жгут, не жгут, выливают, не выливают, да, и все это потом сказывается на нашей экосистеме. По большой воде продолжается доставка товаров народного потребления в населенные пункты округа. С начала навигации уже доставлено порядка 150 тонн. Департамент финансов, экономики и имущества объявил об аукционе на аренду четырех земельных участков под строительство жилых домов. Двух в Наринмарии, по одному в Пуискателе и Нельмином Носе. Участие в аукционе могут принять потенциальные застройщики. Округ, в свою очередь, будет гарантировать строителям приобретение готового жилья. Таким образом, администрация региона запускает новый подход в строительстве жилья на условиях государственно-частного партнерства, когда частник строит на свои деньги, а округ покупает уже готовый объект.